приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня приготовим очень вкусные сочные сардельки со шпиком и сыром так как сардельки со шпиком то их принципе можно называть шпикачки ну так принято но вот мы еще добавим сыр вообще я сейчас расскажу вкратце о ингредиентах точные точные пропорции на килограмм сырья вы найдете в описании видео мы будем использовать твердый сыр ну не твердый полутвердый сыр типа российского шпики естественно два вида мяса полужирная свинина и жирная свинина вот такая вот для засолки будем использовать 17 грамм из состоящие из смеси 50 на 50 нитритной соли и поваренной соли то есть 13 половиной грамм нитритной соли содержанием нитрита натрия 0 6 процентов и 13 половиной грамм поваренной соли сахар из специй черный молотый перец мускатный орех и душистый молотый перец я всегда предпочитаю особенно для вареных колбас для колбасах для сосисок делать засолку в фарше и вам рекомендую во-первых засолка происходит быстрее, во-вторых, в фарше специи успевают значительно быстрее, если мы засаливаем в фарше и сразу же добавляем специи, то специи за сутки очень хорошо раскрываются, мы получаем потом значительно более ароматный конечный продукт. После приготовления наших шпикачек, их можно будет либо употреблять, ну просто как вареные сардельки, либо можно будет еще подкоптить, мы вот эти вот коптить не будем, мы просто будем, так сказать, у нас будут такие сардельки вареные. А вообще я расскажу, как потом их можно подкоптить и придать им еще более интересный вкус. В первую очередь, друзья, для засолки перекрутим мясо в фарш. Измельчать я буду на мясорубке через решетку с диаметром отверстия 4 мм. Если есть 3 мм, можно измельчить и 3 мм решеткой. То есть потом при приготовлении эмульсии нам будет значительно легче кутировать наше мясо. После измельчения мяса добавляем, ну вначале смешаю смесь соли с сахаром. Сахар прилик. Видимо, была там какая-то влага в этой пасочке. Ничего страшного, это нам не помешает никак. Стараемся как можно равномернее простелить фарш. Наша задача, чтобы каждому кусочку фарша досталась порция соли, чтобы соль равномерно распределилась. Сюда же вводим, перемешав все специи. И хорошенько все перемешиваем. После того, как фарш тщательно вымесили, чтобы все специи равномерно распределились по объему фарша, вот так вот обминаем его в емкости. Конечно, лучше использовать поменьше емкости, я его сейчас в кастрюльку переложу. Суть в том, чтобы во время сосылки фарш лежал не комком, а вот так вот его придавить, чтобы выдавить из него, из-под него весь воздух, чтобы соприкосновения с воздухом было как можно меньше. И отправляем его на засолку, дорогие друзья, в холодильник на самую нижнюю полку, в самое холодное место на сутки. А завтра приступим к приготовлению сарделек. На следующий день фарш засолился и все готово к приготовлению сарделек. Смотрите, мы нарезали сырок кубиками размером где-то 5-6 миллиметров, такой не очень мелкий, не покрошили его, но я бы даже нарезал покрупнее. Ларису попросил покрупнее, она так помельчила. Точно такими же кубиками нарезали шпик. Для того, чтобы шпик было удобнее резать, естественно, его немножко охладили в морозилке. То есть где-то на полчаса поставили в морозилку, шпик охладился и после этого режется достаточно легко. Теперь смотрите, друзья, сейчас шпик представляет из собой такую слипшуюся структуру и его практически не разделить. Для того, чтобы наш шпик хорошо вмешался в колбасный фарш и каждый кусочек разделить, берем кипяточек и хорошенько шпик ошпариваем. Вот так вот ошпариваем и разделяем его, разминаем как бы, чтобы каждый кусочек у нас получился отдельно. Таким образом мы края вот этих вот кубиков немножко оплавляем и это даст нам... ну шпик у нас не будет из колбасок, из сарделек выпадать потом, а он хорошенько слипнется с основным фаршем и будет как единое целое. После того, как шпик ошпарили, хорошенько охлаждаем его под ледяной водой. Именно охлаждаем, шпик должен полностью охладиться, чтобы на тот момент, когда мы будем его вмешивать в фарш, чтобы он нам фарш не нагрел. Я передаю это Ларисе, а мы с вами займемся приготовлением эмульсии. Именно так называется фарш для практически любых вареных колбас. Я переложил, как и говорил вчера, фарш в более маленькую посудинку. И вот смотрите, какой он красивый. Почему я говорил, что его надо уплотнять? Видите, сверху, хоть мы его и затянули пленочкой, он немножко обветрился. Изнутри он красивый розовый. Из-за этого наши сардельки в данном случае будут иметь красивый розовый цвет. Если бы мы его просто навалили кучей, больше бы фарша обветрилось и, соответственно, все это повлияло на цвет. Кстати, если вы не хотите, чтобы готовое изделие теряло цвет в разрезе, но это больше касается, конечно, коммерческого использования, тогда в фарш надо добавлять антиоксидант, аскорбиновую кислоту. Мы этого не делаем, так как нас срез не интересует, у нас сардельки не будут лежать и обветриваться где-то. Приступим к кутированию, друзья. То есть мы используем вот такую вот кутер-машину, но в бытовых условиях мы раньше всегда пользовались вот таким вот обычным простым бытовым кутером. Загружаем фарш-кутер. Наша основная задача, чтобы фарш не перегрелся во время кутирования, так как, в принципе, вот когда ножи его режут, фарш нагревается. Мы его сейчас охладили. Как помните, он у нас имеет температуру 4 градуса. Важно, чтобы в процессе обработки, в процессе измельчения фарша до состояния эмульсии, он у нас не нагрелся выше температуры 10 градусов, потому что иначе у нас сардельки не получится. Мы получим при приготовлении, при тепловой обработке получим отек и у нас получится, грубо говоря, в сардельке сухая котлетка, плавающая в бульоне. Добавляем воду, ледяную воду, ключевое слово ледяную, можно даже с кусочками льда. Воду добавляем из расчета, если мы готовим без фосфатов, то 100 мл на килограмм сырья. Если вы хотите готовить с фосфатами, то можно даже до 200 мл на килограмм сырья. Где-то 4 минуты заняло измельчение фарша. И в результате, друзья, мы получили вот такую вот колбасную эмульсию. Это идеальный как раз, ну, практически идеальный фарш для приготовления вареных колбас, сарделек, сосисок. Теперь, если у вас фарш немножко подогрелся в процессе кутирования, надо его поместить в холодильник. Если не подогрелся, то есть у нас емкость большая, чем меньше кутер, тем быстрее греется фарш. Если не подогрелся, то теперь его надо перемешать со шпиком и сыром, естественно. Все это вмешать туда. Сейчас мы переместим его в наш миксер планетарный и займемся перемешиванием. Переместили фарш в чашу для миксера. Сюда же отправляем шпик. Друзья, и контролируйте обязательно температуру фарша, потому что пару раз было такое, что подписчики писали, делал все как в вашем рецепте, не получилось. Сюда же отправляем нарезанный сыр. А не получается только по той причине, что фарш сильно нагревается, и потом получается действительно сарделька совершенно сухая. Теперь нам все это надо тщательно перемешать. Причем ключевая основа здесь тщательно. Если у вас нет такой машины, используйте обычный ручной миксер с насадками для вымешивания теста. То есть я буду вымешивать где-то в течение 3-4 минут. Покажу вам, какой у меня получится результат. Фарш должен стать совершенно однородным. Теперь это выглядит вот так вот. Видите, все ингредиенты совершенно полностью вмешались в фарш. То есть представляет из себя единое целое. Теперь, друзья, переместим этот шприц для набивки колбас и будем набивать наши сардельки. Для набивки будем использовать свиную череву калибром 35, она там 34-36 миллиметров. Ну, в общем, 35 миллиметров. Переместили фарш, ну, эмульсию в смысле, в шприц и набьем наши сардельки. Лучше, конечно, всегда это делать вдвоем. Набиваем достаточно плотно. Такой одной большой длинной сарделякой. Видите, какой красивый розовый цвет. Именно вот это вот заслуга того, что у нас фарш не обветрился в процессе засолки. То есть он получается красивенький, розовенький и сами сардельки должны получиться красивые и розовые. Точно так же набьем всю эмульсию в оболочку. Смотрите, друзья, небольшой лайфхак для тех, у кого есть вот такие вот большие шприцы. Вот здесь вот, вы знаете, остается где-то грамм 150 фарша. На Алиэкспрессе купили вот такую вот пластиковую приблуду, шприц для набивки колбас. Очень удобно, как добивочный шприц. Кстати, посоветовал наш подписчик. Поэтому штука толковая, стоит сущие понты. Если кому-то надо, оставляйте, ну, пишите в комментариях. Я вам ссылочку на сайт, ну, на товар на Алиэкспрессе сброшу. Оставлю в комментариях, в общем. Еще купили очень классный клипсатор для колбас. Вот скоро будем делать сыровял. Сделаю обзор клипсатора. Ну, а мы сейчас добьем наши сардельки и будем их перекручивать. Когда сардельки полностью набиты, перевяжем их. Кончик оболочки завязываем просто на узел. Далее формируем сардельки нужного нам размера. Такие такие? Да. Да. И перекручиваем их. Следующую сардельку точно так же обжимаем, перекручиваем в обратную сторону. Лучше вот так вот делать. Ага. Через одну ты берешь, да? Угу. Просто в одну сторону закрутите. Сардельки вкусные будут, друзья. Придержать тебе, помочь? Придержать тебе, дочка. Я просто боюсь, чтоб не лопнула. Угу. У Ларисы рука набита на перекручивание сардельек всяких. Она этим часто занимается, поэтому я в это дело не вмешиваюсь. Точно так же перекрутим все сардельки. Когда сардельки перекручены, проводим инспекцию на предмет наличия воздуха. Там, где есть пузырьки воздуха, прокалываем иглой. Вот, пузырек сразу же схлопывается внутри. Особо много пузырьков воздуха у нас нету. Ни на что это принципиально не влияет, кроме как на эстетическую сторону вопроса. То есть на внешний вид сардельки. Ну, вот таким вот образом. Вот где-то, если есть пузырек воздуха, щеки его прокололи, и фарш сразу же заполняет свободное место. Теперь, друзья, нам надо сардельки развесить при комнатной температуре. Желательно на сквознячке на пару часов. Чтобы они, во-первых, отеплились, потому что фарш у нас был охлажденный, эмульсия тоже. Чтобы достигли комнатной температуры. А во-вторых, немножко обсохли. После того, как процесс отепления и обсушки завершен, приступаем к тепловой обработке. Первый этап тепловой обработки – это обжарка сардельек. Обжаривать будем при температуре 95 градусов, при включенной конвекции, в течение 20 минут. Следующий этап будет паровая варка. Для этого нам надо приготовить две вещи. Первая – это любую посудину с горячей кипящей водой. То есть, кипятим в чайнике кипяток и наливаем его, допустим, в противень. Чтобы мы могли на втором этапе поставить этот противень на дно духовки. И второе, что нам надо приготовить – это кулинарный термометр со щупом для контроля температуры внутри нашей сардельки. Через 20 минут процесс обжарки завершен. Переходим к процессу паровой варки. Помещаем на дно духовки противень с кипятком. Температуру понижаем до 80 градусов. Конвекцию выключаем. В одну из сардель помещаем кулинарный термометр для контроля температуры внутри батона. И производим этот процесс варки паровой до достижения внутри сардельки температуры 68-69 градусов. Друзья, я понимаю, что не у всех есть такой кулинарный термометр со щупом. Поэтому засекаю время. Я включил секундомер. И в конце вам точно скажу время, которое у нас готовились сардельки. Но это такая превентивная мера. Если вам уж никакого выхода нет, вы можете ориентироваться на это время. Но лучше все-таки контролировать температуру именно внутри батончика. Почему? Потому что разной толщины сардельки. По-разному греют духовки. В общем, разные условия. И время может отличаться. Мы опытным путем уже проверили. На 10 минут. А если переварить сардельки в течение 10 минут, то они могут получиться сочные и не совсем вкусные. В общем, время засек. Процесс варки мы запустили. И как только закончится, мы вернемся к вам. Через 1 час и 5 минут наши сардельки готовы. Температура достигла 68 градусов. Извлекаем их из духовки, естественно. И мы подготовили ледяную воду. Сразу же, чтобы остановить дальнейший нагрев сардельек, перемещаем их в ледяную воду. Дадим сарделькам полностью остыть. А после этого уже приготовим, как положено, готовить обычной сардельки. То есть отварим и продегустируем, друзья. На следующее утро мы отварили одну сардельку, чтобы похвастаться результатом. Но, естественно, не только похвастаться, друзья, а и показать ее вам. Результат имею в виду. Ну вот, вот такой вот класс. Посмотрите, как сырочек из нее выдавливается. Сейчас я покажу крупным планом. Ну вот, друзья, полюбуйтесь, какая красота. При нажатии расплавленный сырочек так аппетитно из нее вылазит. Красивая обжаренная корочка. Ну как, не корочка, но вот красивая обжаренная у нее, как бы, она имеет немножко более темную снаружи, снаружи вид. А внутри вообще розовая, классная, однородная совершенно. И невероятно сочная за счет сала. Очень вкусная за счет сыра. Сейчас, друзья, я попробую сардельку и попробую вам рассказать, насколько это вкусно. Кстати, друзья, такие сардельки очень хорошо. Помните, были сардельки? Но они сейчас есть детские. Просто они сейчас не детские. Такие сардельки очень хорошо готовить, если у вас есть дети-школьники. Давать им в школу в качестве обеда. Они невероятно вкусные, полезные. А ваши чадо вот эту вот фишечку с сыром просто оценят, поверьте. Наш ребенок, наша дочка очень любила, вот именно сардельки. Она больше всего любила сардельки с сыром. Ну, сейчас я попытаюсь вам рассказать, насколько это вкусно. Очень легкий аромат, как бы, со специями. Но вот их не много, не мало. Их в самый раз. Можно, если любите сардельки, чтобы они как магазинные пахли, увеличить. Специи, ну, был как у магазинных аромат, резкий. Увеличить специи процентом на 30. Но мне нравится так. Слушайте, это божественно. Этот вкус сырка, он настолько акцентирует, акцентирует вот сам вкус сардельки, а не просто можно слюной подавиться. Я вам передать не могу. Они реально очень вкусные. Она нежнейшая. Она очень классная. Мне очень нравится. И я думаю, друзья, когда вы приготовите для своей семьи, или, там, для своих детей, или просто для себя приготовите такие сардельки по нашему рецепту, вам тоже очень понравятся. Поверьте, они реально вкуснячие. А мы с удовольствием представляем вам рецепт сарделек, который называется, как бы, шпикачки с сыром. Если у вас по приготовлению есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Ну, а если вопросов нет, то просто пишите комментарии, напишите что-нибудь, ну, может, что-нибудь приятное, а можете же не очень приятное написать. На самом деле, я всегда очень рад, дорогие подписчики, общению с вами. Ну, и не забывайте там палец вверх поставить, подписаться. А мы с Ларисой будем снимать для вас новые сардельки. И не только сардельки. Сейчас будем сырок классный снимать. Всего доброго, пока.